МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами вновь Игорь Волгин. В эфире программа «Контекст». И как обычно, по воскресеньям мы подводим итоги минувшей культурной недели. Сегодня оценим роман победителя премии «Русский букер» Андрея Волоса, обсудим спектакли Европейского театрального фестиваля «НЕТ», узнаем, что происходит на конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». Но прежде напомним о других событиях за прошедшую неделю. В преддверии Российского года культуры в Санкт-Петербурге прошел Международный культурный форум. Его главная цель – привлечь внимание общества к актуальным проблемам в сфере культуры и поддержка культурных инициатив. Из Самары в Кемерово продолжается тур симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В пятницу в столице Кузбасса оркестр исполнил музыку Игоря Стравинского и Петра Чайковского. На карте гастролей следующими пунктами станут Томск и Ханты-Мансийск. На этой неделе Литературный институт отметил 80-летие. Он открылся по инициативе Максима Горького в декабре 1933 года. Лит-институт создавался, чтобы давать возможность писателям, творчески себя проявившим, повысить свою квалификацию, получить всестороннее развитие и критически усвоить наследие литературного прошлого. Начало зимы по традиции совпадает с декабрьскими вечерами. Фестиваль, который носит имя своего основателя Святослава Рихтера, проходит в Музее изобразительных искусств имени Пушкина уже в 33-й раз. В этом году девиз фестиваля «Поверх барьеров» в программе четыре десятка имен от Баха до Десятникова, которые помогут слушателям преодолеть все преграды. Лауреатом одной из самых престижных в мире наград в области современного искусства британской премии Тернера стала француженка Лор Прувоз. Видеоинсталляция «Вон Ти» – смесь реального и выдуманного, посвящена чаепитию с воображаемым дедушкой художницы. Жюри премии отметила, что работа, опираясь на личную память, связывает воедино факты, вымысел, историю искусства и современные технологии. На этой неделе разрешилась очередная литературная интрига. Обладателем одной из старейших российских премий «Русский букер» стал Андрей Волос за роман «Возвращение в Панджрут». Главный герой книги Андрея Волоса – основоположник персидской литературы, поэт Рудаки, живший в IX веке. Возвращение в Панджрут он, уже незрячий старик, изгнанный из Дворца Эмира, преодолевает долгую дорогу из Бухары в родное село в сопровождении мальчика-поводыря. Во время пути слепой поэт раскрывает глаза своему ученику, помогает ему увидеть тайны жизни, сокрытые под покровом обыденности. Идея книги пришла Андрею Волосу еще в юности. На воплощение замысла ушло четверть века. В 25 лет укладывается очень много всяких деяний, событий, изучений, исследований, сборов книж, книг, чтений, мучительных поисков. Как же все-таки мне это все строить? Так что да, 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 это я все делал. Открытием для меня стало, что я все-таки смог дописать этот текст, и я этим очень горжусь. У нас в гостях литературный секретарь премии «Русский Букер» Игорь Шайтанов. Здравствуйте, Игорь Олегович. Добрый день. И литературный критик Валерия Пустовая. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте. Ну вот только что отгремели фанфары, значит, Букеровской премии. Премия очередной, это 22-е уже, да, 22-е вручение? 22-е вручение. 22-е вручение, уже традиция славная существует. Как, на Ваш взгляд, вот премия, первая премия этого года Букеровская, насколько она интересна и насколько она заслужена, и насколько она, ну что ли, впечатляющая, скажем так? Вы знаете, я начну с угадывания возможной реакции, уже начавшейся реакции, критиков, журналистов, в целом одобряют, но вы знаете... То есть Андрей Волос? Андрей Волос. Возвращение в Панжеруд. Панжеруд. Андрей учил на вручение произносить. Да, трудно произносить. Говорят, что там должно быть смягчение Панжеруд. Я бы сказал так, что объективно очень сильная шестерка этого года, очень хороший выбор, хотя выбор, я имею право назвать цифры голосования, а не поименно, потому что это сделал председатель жюри Андрей Дмитриев на пресс-конференции. Он сказал, что голоса распределились трое за Волоса и еще по одному за других авторов. То есть, по крайней мере, трое претендовали на то, чтобы пустить. Как вам? Вот вам нравится роман? Как читателю, как критику, как... Это хороший роман. Волос вообще талантливый писатель, но это хороший роман. И он хорош, как мне кажется, вот в этой шестерке, в этом сборе урожая этого года. Вы знаете, что ощущается? Произошло какое-то, я бы сказал, возрождение интереса к языку. Проза вдруг снова становится языковой, играющей. И это замечательно. Вот, кстати, Лера, вот о языке. Вы смотрите, и Водолазкин, Лавр, и вот нынешний лауреат. Это же древность. То есть, если брать сюжет, это древние времена, скажем. И проблемы наши, в общем-то, проблемы достаточно актуальные, решаются на материале историческом. Или условно-историческом, скажем так. Да, не... Простите, не исторический роман, как назвал Водолазкин. Да, да, да. И язык. Смотрите, у Водолазкина и здесь. Здесь вопросы языка. Тоже не через современный язык, а через язык, во всяком случае, как-то соотнесенный со временем. Вот что это такая тенденция? Вы знаете, да, я бы не согласилась немного с вами в том, что на историческом материале решаются проблемы современные. Потому что, вот, я встречала уже такое мнение, и в Кольцеру написали, что, например, роман Евгения Водолазкина, лауреата Большой книги, он именно о современном человеке. И именно поэтому там напластование разных языковых времен, да, очень архаичного русского языка и очень современного разговора. Да, но дело в том, что мне как раз кажется, что проблема всех романов, и в данном случае Андрея Волоса и Евгения Водолазкина, в том, что, наоборот, это исторический герой, которого за счет современных языковых средств автор пытается выдернуть в наше время. Но это житие, в общем-то. Проблема лавры именно в том, что это житие, и это житие, написанное писателем, как он сам признается, достаточно узкого круга людей. Людей, которые понимают структуру жития, ради чего оно написано, а оно написано не ради увеселения, а ради некоторого наставления, да. И там все структурные элементы жития мы можем рассмотреть. Человек, знакомый с этой литературой в ее таком чистом виде, узнает все эти элементы, которые Водолазки не выдумывают ни в коем случае, да. Он следует канону. Ну, это очень каноничное произведение. И вот это проблема. Я не понимаю, что делает неверующий человек с этим романом. Не то чтобы неверующий, а человек, непричастный к канону, возможно, верующий в Бога, так сказать, от души как-то, но вне канона, вне во церкви. А к Волосу это относится? Там же иной канон? Да, с Волосом тоже проблема, потому что тут мы оказываемся в очень милом таком средневековом пространстве, очень интересном, проникнутом вот этой восточной поэтикой и поэзией, но вот тоже непонятно. Конечно, все критики говорят, что можно привести параллели между судьбой поэта, а между судьбой поэта в любое время можно привести параллели с судьбой поэта в другое время. Всегда поэты и власть это такая тема, но это более чем русская тема, конечно, и, как говорится, тоже и Пушкин ее придумал, и гораздо раньше. Но вот, к сожалению, все эти романы немного оставляют нас в прошлом. Такое ощущение, что как раз писатель современный не может найти современного героя, да, и об этом, кстати, говорила, по-моему, мне кажется, говорила все-таки Елена Погорелая, член жюри на пресс-конференции, посвященной шорт-листу Букера. И мы все оказываемся отброшены в то время. И вот роман Андрея Волоса, очень интересно, что в этом году ведь Андрея Волоса выбрала не только взрослые жюри, но... Всего лишь второй раз, что мнение большого жюри, студенческого жюри совпало. Хорошо, а вот скажите, ну вот справедливо ли мнение, оно часто высказывается в прессе, что присуждение премий нынешних литературных, в том числе и Букера, и Большой книги, не вызывает уже такого интереса общественного, что где-то это уже чуть ли не маргинально становится, что это как бы очень корпоративно, узко и не возбуждает тех страстей, которые возбуждает, скажем, Нобелевская премия. Вы знаете, я зайду чуть-чуть от тех вопросов, которые только что обсуждались, попытаюсь кратко, почти афористично на них ответить. Вот ждали героя, дождались языка, это гораздо важнее. На язык тоже герой, кстати. Но романный герой, он может прийти только говорящим, поэтому приход языка, возвращение языка обещает реальный приход героя. И возвращение языка обещает другое качество литературы. Приход современного героя вы имеете в виду, или вообще героя как... И здесь я бы ответил так, нужно уйти, уметь уйти в историю, недавнюю-давнюю, чтобы вернуться к пониманию сегодняшних проблем. Вы знаете, это ведь характерно для нашего сегодняшнего мышления. Мы начинаем всё называть новыми словами. И называя новыми словами, мы обрываем связи с традицией мышления. Мы говорим глобализация, как будто эти проблемы не обсуждались раньше. Они обсуждались, называли только всемирной историей. Всё это было. И называя новыми словами, мы обрубаем традицию мышления. Скажите, Лера, а вот насколько предсказуема премия Букер? Поскольку, скажем, большая книга, там 100 человек обсуждают, 100 человек выбирают, здесь 6 человек, да? 6 человек. Насколько момент субъективности здесь грозит? Мне вот кажется, что проблема ощущения случайности выбора жюри того или иного зависит не от количества человек. И даже наоборот, мне кажется, большая книга здесь идёт по довольно ложному пути. А по, возможно, интересному пути идёт в данном случае, если мы говорим о Букере, именно премия Студенческий Букер. Я объясню, почему. Вот мы уже сказали, что у Волоса в данном случае выбрала и взрослая студенческая жюри. Но если посмотреть именно на шорт-лист, то есть из кого выбрали Волоса, на фоне кого Волос победил, то шорт-лист у жюри студенческого, у младшего, шорт-лист гораздо у них интереснее. Он гораздо разнообразнее эстетически, от него протягиваются указатели в гораздо больших направлениях внутри современной литературы. К чему это говорят? Мне кажется, что вообще проблема не только в делании Букере, а вообще проблема любой современной премии в том, что мы хотим выбрать среднее арифметическое. Мы собираем очень разных людей, и Букер, если мы посмотрим на его жюри, он достаточно, он старается сделать объективный выбор. Как мне кажется, что входит кто-то из артистического мира, кто-то из этого поколения, кто-то от философов, кто-то от филологов. Все это перемешивается, и мы думаем, что таким образом мы добьемся максимально объективного результата. Получается, мы ищем среднее арифметическое. У литераторов самый дорогой человек один, у музыкантов другой, и никто не поступит со самым дорогим своим ради самого дорогого другого. Что получается? Мы говорим, так, мы не будем давать твой радикальный вариант и твой радикальный вариант. На ком мы все согласны? А, вот на этой фигуре. И часто... На среднем иногда, можно? Да, часто повреждает очень средний вариант. Нет, 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 все-таки не арифметическое. А то получается, что... Когда отбрасываются радикальные оценки, как, вы знаете, оценки фигурного катания, просто отбрасываются радикалы. А остается некоторый срез, ну, более объективный, менее предвзятый. Да, да. А насколько вот справедливо мнение, что вот одни и те же имена варьируются и в большой книге, и в букере, что повторяется очень часто. Набор имен один тоже премиальный. Вы понимаете, что касается совпадения букера и большой книги, то я всегда предупреждаю жюри перед последним решением, там, большая книга, ясная поляна, уже сделали свой выбор. Водоложкин взял две премии, ясная поляна. Для вас это не имеет никакого значения, вы делаете свой выбор. А если происходит совпадение, разве это не знак объективности? Это нормально. Вы знаете, о выборе, вот, я скажу одним примером. В этом году и Волос, но особенно Водолазкин, вот мы только что с Лерой это обсуждали, и я процитировал одного журналиста, который меня спросил, а Калядина четыре года назад, это был фальстарт, это знаменитый скандал букера. Я говорю, вы очень точное нашли слово, именно фальстарт, но в нужном, верном направлении. И возвращаясь к вашему вопросу, на который я не вполне ответил, а вот как реагирует наше общественное создание на выбор премий. Русский букер упрекает, говорят, вот вы выбираете кого-то, а сильно это повышает тираж книги, 10, 20, 30, 50 тысяч, а британский букер повышает 100 тысяч до миллиона. Чем это объяснить? А я говорю, объяснить это очень просто. Нашу немассовую литературу читают то, что называют средним классом, культурным средним классом. У нас эта прослойка и общественно, и экономически, и культурно очень тонкая. И главное, что она утончается. И она утончается, к сожалению. Вы знаете, по-разному. Я верю в то, что та молодежь, которая сейчас растет, она прорастает в культурный средний класс, а Бог даст, она будет России выше, выше. Как сказал Евтушенко, и те места, что пропускал, я в книжках, он, то есть мальчик, не пропустит, он и здесь сильнее. То есть вырастает поколение, которое, может быть, будет читать. Я очень надеюсь на это. Я тоже надеюсь на это. Ну, давайте на этой оптимистической ноте завершим нашу беседу. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Будем читать лауреатов и претендентов. Спасибо. Культурный шок, как и обычно, обещали кураторы театрального фестиваля NET, который прошел в Москве уже в 15-й раз. Эстетическим требованием этого смотра, как правило, называют отсутствие клише у его участников. И программа этого года не обошлась без скандальных постановок, претендующих на новое слово в театральном искусстве. Испанский режиссер Давид Эспиноза поставил спектакль с помощью 5-мм марионеток, которых можно было разглядеть только в бинокль. Француз Паскаль Рамбер погрузил театральный зал в кромешную тьму. Открывался смотр спектаклем Кристофа Марталлера «Кинг Сайз». Культурный шок испытала Анна Галинская. В бирюзовой комнате отеля главный объект – кровать размера «Кинг Сайз». На ней двое – мужчина и женщина. Но, несмотря на близость физическую, духовно они находятся далеко друг от друга. Каждый в своем пространстве, со своими мыслями и песнями. Они никак не могут сыграть общую мелодию. Вместо диалогов – музыка от Баха до Битлз. Она и вместо сюжета воплощает по замыслу режиссера энгармонические изменения. Сам Кристоф Марталлер в Москву не приехал. Спектакль представила труппа. Энгармонизм – это музыкальный термин. Он означает совпадение по высоте различных по написанию звуков, аккордов, тональностей. Марталлер уверен, понятие можно применить ко всему, в том числе и к человеческим отношениям. Французский режиссер Давид Бабе представил Гамлета. Заново сделал перевод пьесы, причем от шекспировского текста оставил совсем немного. Получился микс из визуальных решений, режиссерских манифестов и параллели с современностью. Его принц датский похож на инфантильного хипстера, а сцена на мавзолее с телом отца Гамлета. Бабе сегодня призывает не думать действовать. Надо уметь возмущаться тем, что кажется тебе возмутительным, и возмущаться, не оглядываясь на то, что тебе это может стоить. Это единственная верная политика. То, ради чего стоит жить, чтобы тебе не диктовали. Так же, как и поверхностный Гамли, столичную публику удивили мультимедиа-спектакли «Индекс металлов» и падение в исполнении ансамбля «Студия новой музыки». «Индекс металлов» – видеоопера, своеобразное прощание автора с миром. Фаустер Миттелли написал ее, будучи смертельно больным. Сюжет – ничто иное, как галлюцинации человека, который находится в измененном состоянии сознания. Падение – спектакль в трех картинах для двух экранов ансамбля электроники, вызывающие отвращение видео и какофония звуков по замыслу режиссера, должны расширить границы нашего мира. У Паула Пакини была такая идея – показать падение во всех его видах. Это падение предметов, падение, которое ощущается физически, как, например, головокружение. И, наконец, падение души, как следствие, физическая смерть. Звездное имя в программе фестиваля – Питер Брук. Как и Марталлер, он решил остаться в тени, предоставив слово своей последней постановке – «Волшебной флейте». Это высшая точка на этом пути. Это кажущийся простым театром. На самом деле, повторяю, он простой и в то же время очень возвышенный и очень глубокий. Арии звучат на немецком, реплики на французском и несколько слов на русском. Питер Брук представил нового Моцарта – камерного, магического, эмоционального и по-хорошему простого. Он размыл границы времени и реальности, а волшебную флейту превратил в волшебную палочку. Анна Галинская, программа «Контекст». В нашей студии театральные критики Елена Дьякова. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Яна Степановна, добрый вечер, Анна. Ну вот, закончился уже фестиваль «НЕТ». Написано в рекламе фестиваля, что он не рассчитан на спокойного обывателя. Средоточен на бунтарстве. Вот в чем заключается бунт? И вообще, не кажется ли вам, что бунт стал непременным требованием именно обывательского сознания? Ну, во-первых, я бы сказала, что «НЕТ» этого года менее бунтарский, нежели чем это декларировано. Ну, ни Питера Брука, ни Марталера новым европейским театром не назовешь. К тому же, волшебная флейта спокойно, камерно, классично, да, обаятельно. Вот, а ту палитру новых театральных форм, я бы сказала, новых технологий, на которые смотришь с любопытством, в этом году «НЕТ» не очень представил. Анна, вы согласны? Или у вас какое-то иное мнение? Что вам показалось наиболее интересным в нынешнем фестивале? Или, наоборот, неинтересным? Ну, вы знаете, на этом фестивале не скакали актеры мужского пола без штанов по зрительному залу. Большая редкость, большая редкость. Да, смущая целомудренных зрителей. Не было, как бы, такой прямой атаки, прямой агрессии по отношению к зрительному залу, чего мы, в общем, привычно ожидали от «НЕТ» и «НЕТ». Всегда показывал нам границы возможного, допустимого и рискованного. Но мне кажется, что «НЕТ» по-прежнему остался бунтарским фестивалем, но бунтарство поменяло свое качество. Мне кажется, что в этом году «НЕТ» был фестиваль бунтарским эстетски. Потому что, как бы, казалось бы, в спокойных театральных формах того же «Брука», того же спектакля «Ванховы» вдруг демонстрировалось нам то, чего крайне не хватает нашему нынешнему русскому театру. Демонстрировался чрезвычайно сложный, изощренный способ актерского существования, в котором закладывался особый смысл и особое отношение с реальностью. Поэтому я абсолютно соглашусь с Леной по поводу более тихого, более спокойного. Бунта. Спокойный бунт, скажем так. Спокойный бунт. По части формы, по части же содержания этот фестиваль показал нам очень широкую возможность работать с актерами. По поводу бунта сейчас припомнил, не знаю, к месту или стихи Гумилёва. «Или бунт на борту обнаружив, и за пояс рвёт пистолет, так что сыплется золото кружев с розоватых барабанских манжет». Как бы сочетание бунта и традиции здесь. А вот движение вот это, вот спектакля к перформансу. Насколько эта тенденция сейчас возобладала? Вот вы об этом говорили, это есть в заявлениях у строителей, что вот такая идёт динамика. Якобы, якобы, не знаю. Мне она кажется сложной и опасной. Точно так же, как живопись прошла путь от высшего развития где-то в 910-х, 920-х годах. И потом, когда стали тиражироваться, ну, не знаю, гениальные находки Марселя Дюшана и многое другое. И когда визуальное искусство пошли тем же путём к перформансу, они стали распадаться. И сейчас мы понимаем, что прежние критерии профессионализма художнику утеряны, новых нет. И создалась атмосфера, в которой быть гонным королём легче, чем когда-то. По похожим путём идёт театр. Кстати, вот Анна хотела спросить тоже. Мне не кажется, след перформативного влияния эстетики, след мышления в какой-то степени. Да, а вот на этом нете спектакли показали нам, как это можно использовать в рамках драматического театра. И с моей точки зрения, это чрезвычайный театр. И в то же время умнейший спектакль молодого относительно только восходящего французского режиссёра Филиппа Кена, Эффект Сержа был очень тонкой, грустной и беспощадной совершенно пародией вот именно на такого рода театр. А как воспринимает публика, насколько тепло воспринимает эти инновации? Вот публика московская, современная публика. Насколько контакт между сценой и за... В этом спектакле, о котором замечательном спектакле, тонком, где, кстати сказать, очень сильная, мощная, при примитивном, казалось бы, сюжете и форме, потрясающий философский бэкграунд. Это идёт отзыв из зала на это? Это идёт, и зал принимал это очень хорошо, что не мешало цыганочке с выходом, когда одна пара поднялась из глубины, молодой человек просто встал, они шли перед актёрами, молодой человек повернул голову в зал, сказал, Женя, пойдём отсюда, мне уже вот. Ну, это вопрос цивилизационности людей, которые пришли в театр. Насколько европейский театр, вот новый, влияет на новый российский театр? Вот я вспоминаю Хлебниковско-Маяковскую, значит, ну и по грамму, когда он говорит, новаторы до Вержбалова, то есть до станции пограничной с Западом, новаторы до Вержбалова, что ново здесь, то там не ново. То есть не является российский театр, не следует российский театр точно по следам нового европейского театра, или здесь есть нечто своё, самостоятельное, другое, или даже более опережающее европейский театр, новый? Мы берём, потом очень болезненно перевариваем то, что мы берём, потом то, что мы взяли, болезненно переварили, вдруг облекаем своими какими-то тканями художественными и получаем уникальный продукт. Вот это мы проходили на протяжении всей истории нашего театра, совершенно точно. И система Станиславского, результат именно этого процесса. Мне кажется, что фестиваль «Новый европейский театр» работает в этом ключе. А вот, кстати, вот просто к нашему разговору. Вот только что вышла концепция информационной безопасности для детей, которую нам предлагает Роскомнадзор. И уже вот в Красноярске, нет, прошу прощения, не в Красноярске, в Краснодаре, в театре, значит, написали «12 плюс» в «Ревизоре», потому что там мать называет дочь дурой, это как бы нарушает семейную идиллию. А как же, вот я думаю, как же быть, страна дураков в детской, там, или Иван-дурак куда денется, не приведёмся ли мы в страну дураков, ставя такие запреты? Нет, а фанасевские сказки, которые жестоки, да, ужасы, а братья Гримм. Братья Гримм, да даже Андерсон. Даже в адаптированном детском виде. Нет, одно дело я понимаю, когда были такие «Ревизор», там идут соития на сцене, это мы знаем эту практику. Тут, конечно, детей нет спора, но когда идёт классический спектакль с классическим текстом, надо ли такие ограничения? Конечно, нет. Конечно, нет. И очень часто, так сказать, требования морали выглядят просто дубинкой в руках малограмотного деревенского староста, который чувствует свою власть над деревом. То есть непрофессионалы определяют, кому что и как, да? Это надо ломать. Да. Да, да. Хорошо. Вот, кстати, фестиваль в какой-то... Может быть, я смотрела на спектакли, которые демонстрировали замечательную свободу сегодня, на нетовские спектакли, которые демонстрировали замечательную свободу в поисках смыслов, нюансов. Причём соблюдали как бы де-факто театр. Есть ли перспективы этого фестиваля, насколько он востребован? Ну, ему 15 лет. 15 лет. Опять же, ведь у нас что происходит? У нас происходит страшная вещь. Мы по культурному капиталу расслоились так же страшно, как по денежному, только мы этого не видим. Для той среды молодой, профессиональной, которая одна способна заполнить центр Мерхольда и жадно впитывает лучшее, по крайней мере, новейшее, что есть в мире, ну, конечно же, он нужен. Ну что, в общем, такие оптимистические прогнозы. Будем смотреть и будем желать успеха этой замечательной традиции. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Два тура пройдено. Остался последний, трудный самый. В будущий вторник, 10 декабря, на нашем канале вы увидите прямую трансляцию финала и заключительного концерта 14-го международного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Событие это, хоть и ежегодное, но всякий раз неординарное. Выбирать лучших из лучших среди одаренных детей крайне непросто. История телевизионного конкурса «Щелкунчик» в лицах в сюжете Ксении Ильиных. Каждый год старт новому конкурсу «Щелкунчик» дают лауреаты прошлых лет. На церемонии открытия в этот раз самым старшим был Ростислав Шараевский. Один из ярких и востребованных ударников-виртуозов. Преподаватель второй год подряд приводит на конкурс своего ученика. А в 2000-м на «Щелкунчике» Ростиславу было всего 10. Он взял гран-при и золотую статуэтку. Для меня это очень приятные воспоминания. Это что-то из детства. Какая-то такая первая и очень важная, пожалуй, победа. Именно на конкурсе. Такая прям настоящая. Традиционные статуэтки «Щелкунчика» в прошлом году изменили свой облик. Над их новым имиджем работал художник Михаил Шемякин. Золотой «Щелкунчик» есть и в коллекции Александра Доронина. Пианист – настоящее открытие конкурса. После «Щелкунчика» музыкальные горизонты 11-летнего Саши из Ярославля заметно расширились. Мы ездили с другими лауреатами тоже в разные страны. Вот, например, в Вену ездили в марте. Вот, всё хорошо прошло. Всего через «Щелкунчик» прошли более шести сотен пианистов и скрипачей, ударников и духовиков. Удовольствие, которое ты получаешь за то, что ты выступаешь перед людьми на этой сцене, оно куда больше и куда важнее того, сколько сил ты на это затрачиваешь. На прослушиваниях побывали 50 тысяч зрителей и миллионы посмотрели трансляции в интернете и в эфире телеканала «Культура». Все следят за этим конкурсом внимательно, подходят маленькие музыканты и говорят о своей мечте принять когда-нибудь, когда подрастут в этом конкурсе участие. «Щелкунчик» – место встречи юных дарований. Здесь рождаются новые дуэты, трио и квартеты. Маша приехала из Санкт-Петербурга, чтобы начать репетировать со мной. Да. Сначала мы занимались по скайпу, потом уже приехали сюда и вместе играли. Бук о бок с начинающими музыкантами выступали ведущие оркестры «Большой симфонический» имени Светланова, «Виртуозы Москвы», в этом году «Московский филармонический». «Щелкунчик» – это хоть и детская программа, но она очень важная для музыкального воспитания. Конкурс судили самые известные педагоги и музыканты из разных стран. «Щелкунчик» – на мой взгляд, такая большая семья телеканала «Культура», которая уже из года в год рождает удивительных самородков. Чем «Щелкунчик» уже запомнился в этом году? Сложнее всего решения доставались струнному жюри. Нонсенс в категории «Духовые и ударные». Ко второму туру не осталось ни одного ударника. Марку Пекарскому пришлось судить конкурс, в котором не было его юных коллег. Я ударнику поставил высшую оценку, но коллеги со мной не согласились. Его здесь нет. Без сюрпризов обошлось в категории фортепиано. Свои приоритеты жюри расставило сразу. Среди лучших не оказалось россиян. Это сцена, это искусство, которое разворачивается во времени. И момент, вот он, он случился и уже ничего не исправить. Второй раз не дают ни переиграть, ни оправдаться за свои какие-то ошибки. В финале на сцену концертного зала Чайковского выйдут 9 музыкантов. Жюри распределят между ними бронзовые, серебряные и золотые статуэтки. Но это лишь формальность в «Щелкунчике». Не бывает проигравших. Ксения Ильина и Ханна Галинская, Станислав Даре. Программа «Контекст». У нас в гостях член жюри конкурса «Челкунчик». Народный артист России Максим Федотов. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. И музыковед, проректор Академии музыки имени Гнезинах Дина Кирнарская. Здравствуйте, Дина Константиновна. Здравствуйте. Ну вот, 14-й конкурс уже, да? 14-й конкурс «Челкунчик». Какие изменения произошли? Что вот за эти 14 лет изменилось? Ну, знаете, мне кажется, что основной позитив и, так скажем, новшество и где-то цель этого конкурса, она достигается тем, во-первых, что за эти 14 лет, я думаю, и почти уверен в этом, очень много ребят просто стало заниматься музыкой, глядя на этот конкурс. Вообще, в стране, да? В стране. Я, в общем, достаточно много езжу по городам нашей страны в последнее время и вижу, что люди часто ориентируются и выясняются, благодаря вот таким красивым акциям и музыкальным форумам, что, оказывается, музыка эта тоже сейчас и престижна, и красива. Тут, скорее, другое. В общем, вот что я могу сказать. Есть, безусловно, объективная разница восприятия одного и того же выступления в зале. И жюри? Нет. Именно в зале и по телевидению. А, то есть... Я с этим как профессионал стал, то есть вообще всегда, всю жизнь, да, вот буквально даже вот мы играем концерт, так сказать, со съемкой и записью, или мы играем просто концерт. Это уже немножечко разные концерты, да? И тут то же самое, потому что одно и то же выступление в зале может произвести очень хорошее впечатление, а по телевидению не так. Другое. Это, кстати, драма, это и театр. Дина, а среди ваших учеников много вот лауреатов этого конкурса? Этого конкурса? Вообще, вот, за все годы? Вообще, честно говоря, ну, есть какие-то, но, конечно, это не может быть никак массовым явлением. Во-первых, они все из разных городов, они все из разных мест. Но ваш вопрос чреват очень такой болезненной проблемой, поскольку, как известно, в самых лучших статистических данных мы находим цифру, только 10% лундеркиндов становятся выдающимися музыкантами. Пусть будут невыдающимися, как говорится, мамы всякие нужны и важны. Но фокус в том, что вот ваш конкурс, чем он мне очень импонирует, он показывает объективную картину нашего музыкального образования. Сидит вот такая девочка из ЦМШ и говорит, ой, как мне нравится путешествовать, как я хочу в красивом платье выйти на сцену, сыграть. Потом она играет, и всем понятно, что этого никогда не будет. Это совершенно не тот уровень и не тот класс. И вот таких заблуждающихся детей и, главное, родителей, да, великое множество. И вот эту вот больную точку мы должны каким-то образом лечить, потому что вот эта вот мания такая своего рода, ну, не величия, ну, будем говорить, музыкального величия. Это совсем не то, что надо поддерживать, именно потому, что психологически ребенок и подросток как раз этого возраста проходит очень опасную фазу в своем развитии. И ни в коем случае нельзя отождествлять детские успехи с будущими взрослыми. А вот, кстати, в связи с этим, не вредит ли ребенку, вот, как человеку, как существу физическому, нравственному, вот такое десятичасовое занятие музыкой каждый день? Вот Мацуев говорит в одном интервью, что не надо так уж сильно усаживать детей за фортепиано, что, может быть, дать ему возможность ребенку поиграть в футбол, там, побегать на улице, там, со сверстниками пообщаться. Что не всегда количество часов переходит в качество музыки, количество занятий. Ну, как вам сказать, отчасти может быть. Возвращаясь, вот тот же Фредерик Шопен говорил совершенно официально, что заниматься на рояле больше трех часов в сутки уже вредно. Просто потому, что в таком случае музыка превратится из удовольствия и счастья в мучения, так сказать, и так далее. Я думаю, Моцарт не сидел по десять часов в Моцарт, но это Моцарт, конечно. Ну, вы знаете, я вот, кое-что скоро прозвучало имя Дениса, я к нему очень хорошо отношусь, и вот, но я сомневаюсь, что он занимался только по три часа. Нет, я думаю, что... Для того, чтобы так играть, надо заниматься по семь, по восемь часов, во всяком случае, в детском возрасте. А вот скажите, вот гран-при конкурса вручают не каждый год, да? А почему? Что, как бы не дотягивают до нужной планки участники? Или это, как бы, вот такой приз, суперприз, редкий? Ведь не каждый год он его получает. Ну, я думаю, что это второе. Второе, конечно, да. В общем-то, по сути, по сути, я даже вообще сомневаюсь, нужен ли именно вот на таком детском конкурсе единый суперприз. Потому что, в общем-то, это же конкурс, не такой конкурс, как взрослые, большие-большие конкурсы, где настоящая битва за жизнь идет, за карьеру, за, так сказать, сферы влияния и так далее. Это детский конкурс. Здесь, в принципе, есть официальные победители, но не может быть побежденных. Потому что сам факт выхода в свет на красивую сцену и даже на телеэкран для любого юного музыканта, это уже все равно шаг вперед, уже в каком-то смысле победа. Даже над собой на каком-то этапе. Поэтому, ну, что значит суперприз? Вышел финал, это уже самый суперприз. А вот сколько, вот сколько процентов, или, скажем, приблизительно хотя бы, сколько получается хороших профессиональных музыкантов из этих конкурсантов? Какая здесь зависимость между конкурсом и профессионализмом? Вы знаете, я как-то экспериментировала на эту тему. Сразу скажу, что меня настораживает на этом конкурсе, именно потому, что он, благодаря вот своей телевизионности, показывает нам совершенно объективную картину. Очень много ЦМ-шовцев. Очень много... Из Москва. Не только Москва. Петербургская десятилетка, Гнесинская десятилетка. То есть, это конкурс будущих профессионалов, как бы. И рядом с ними соревнуются из обычных музыкальных школ. Вот если бы... Разница чувствует? Да, и разница, если на круг говорить, конечно, потому что спецшкольников большинство среди тех, кто проходит. И вы совершенно верно сказали, и Максим совершенно правильно говорит, что это конкурс педагогов во многом. И не секрет, что наши педагоги, наши такие строгие дамы, они расслабляться не позволят. Это не за границей, там, где-нибудь на гнилом западе, где улыбаются, говорят, файн, все замечательно, ты прекрасно играешь. Потом мама придет, начнет с дубины кричать, что вы нам сказали, что мы прекрасно играем, мы еле дышим. Это ваши проблемы. У нас совсем иное. И поэтому, конечно, здесь, я бы так ответила на ваш вопрос, нормальное распределение, как известно, это гауссовское распределение. 25% весьма слабых, они и на конкурсе есть. 25% очень сильных, и золотая середина 50%. Так оно и есть. А вот у меня такой вопрос. В этом году я слышал, что больше струнников скрипачей, скажем, получило не 8 прошло в финал, а 9, во второй тур. 9 человек, и возникла проблема. Это слишком много таланта. Жесткий регламент нам уже, так сказать, продиктовали, что все равно 3 человека в финале, и вокруг этого обстоятельства мы не могли. Хотя, скажу честно, было желание и поставили, вот мы трое членов жюри по струнникам поставили высшие баллы пятерым. Вот, да, 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 я... И потом два раза переголосовывали, так или нет, в общем-то, так и не пришли к консенсусу. Монетку надо бросать просто, монетку. В каком-то смысле почти так, да. Да, да, да. И очень жалко, потому что двое из тех, кто не прошли, двое из пяти, они столь же достойны были, чтобы пройти. Будем смотреть и будем желать успеха. Спасибо вам за беседу, спасибо. Спасибо. Такое нам запомнилась минувшая неделя. С вами был Игорь Волгин. До встречи в следующее воскресенье. Не забывайте нас и пребывайте в контексте.